Всем привет, мои дорогие друзья! Вы знаете, после вчерашнего видеоролика не могу не снять продолжение. Дело в том, что, во-первых, написали огромное количество комментариев, 570 комментариев. Я, конечно, все не смогла осилить за вчерашний вечер. Но вот сегодня еще как-то вот смотрю, прочитываю. И понимаю, что многие люди думают, что это хейтеры виноваты в том, что к нам пришла полиция. И, в общем-то, как-то пытаются их обвинить в этом. Вы знаете, все на самом деле банально. То есть, на самом деле, я знаю, кто написал заявление в полицию. Точнее, сообщение сделал здесь. Заявление не было сделано. Просто сообщение устное в полицию сделала биологическая мать Артема Сульяной. И поэтому тут, конечно, ну, наверное, каких-то вы ждете от меня пояснений. С другой стороны, знаете, для меня тоже многое, что остается под большим-большим знаком вопроса. Вот, потому что эта история длится уже много лет. И дети живут с нами 5 лет. И, конечно, они уже и привыкли здесь жить. Им тут с нами хорошо. И я к ним привыкла. Как я уже говорила неоднократно. Они буквально через месяц после того, как переехали на новое место жительства, стали называть меня мамой. Ну, в принципе, а как еще меня называть, если все остальные дети меня называют мамой? Они тоже стали меня называть мамой. И когда мы их, в общем-то, забирали, по факту, это не наша была инициатива. Потому что у меня своих детей очень много. И я была еще и беременна на тот момент. Для нас эта ситуация была неожиданной. То есть мы по инициативе как раз-таки органов опеки забирали детишек с Липецка, прямо с школы. Их при сотрудниках полиции, ПДН и опеки изымали из школы. Все потому, что родная мама биологической мамы, а точнее родная бабушка этим детям заявила в полицию по статье 115. Я думаю, если не знаете эту статью, можете посмотреть в интернете. Это умышленное причинение вреда. Да, там легкий вред как бы здоровью, то есть не убийство, слава богу. Но, тем не менее, статья достаточно нехорошая. Особенно это касается детей, когда, сами понимаете, какой-то ужас. И я не знаю, что там могло такое произойти, чтобы была такая статья на матери. И самый главный вопрос, меня мучающий до сих пор, что же надо было сделать с детьми, чтобы родная мать заявила на свою дочку. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Потому что я до сих пор не понимаю этой ситуации. Единственное, что по факту мы получили детей, нам их привезли. Забирал, конечно, муж, но нам их отдала, передала опека. Потому что пояснила, что заявление сделала бабушка о побоях. Уже потом мы, конечно, читали, как бы сказать, эпикриз. То есть мы смотрели, как конкретно были побиты дети. Я вам скажу, это было ужасно. То есть там множественные кровоподтеки. Это все документы, конечно же, есть и в уголовном деле, и в судебных, во всех этих разбирательствах. Но у нас в стране, видимо, в какой-то степени матриархат. И женщины у нас очень судьи отстаивают. Как бы под лозунгом «она же мать» или «я же мать». Что бы они ни делали эти матери, горе-матери, тем не менее, их оправдывают. Биологическая мать детей Артема Сулияны была амнистирована по амнистии. Но, тем не менее, статья на ней как бы остается. В любом случае, она виновна, она признала свою вину. Она виновна по этой статье. Я вам это все сейчас рассказываю не для того, чтобы сказать, какая она плохая, какая хорошая. Вы можете вообще мне не верить. Сейчас есть куча сайтов, где можно всю эту информацию посмотреть. Это все официально опубликовано. Я сейчас больше хочу вернуться к вопросу психологического здоровья детей. Я как мать, я смотрю на этих ребятишек. Они растут в моей семье. И мне крайне становится страшно за них, за их будущее. Потому что, как правильно, в комментариях люди очень многие писали. Вот я сейчас не готова зачитать. Даже говорю, здесь, чтобы найти, это надо было скриншотить. Мне просто было совершенно некогда. Но если вы ознакомитесь со вчерашним видеороликом, там, где я рассказывала и показывала, что к нам приехала полиция, а точнее уголовный розыск. И, конечно, там были комментарии, как говорится, не в бровь, а в глаз. Что в первую очередь страдают дети. Вот что я могу сказать про себя. За столько лет эти проверки были множество-множество раз. Самое редкое – это, наверное, раз в месяц. Самое редкое. То, что я показала это на Ютубе однажды, это не значит, что это произошло первый раз. Это произошло тысячу первый раз. И каждый раз их, понимаете, спрашивают, допрашивают. Конечно, дети взрослеют и уже, ну, как-то, не знаю, как они это все переносят. Как вот Артем сказал на вопрос полицейского, ты, наверное, уже привык? Он сказал, нет, я не привык, мне надоело. Да, вот так же я вот на это все смотрю. Конечно, я как железная леди, да, меня не пробить уже такими вещами. И вы по моей реакции, по видео тоже это наверняка заметили. Но вот детям это каждый раз стресс. Они устали говорить об одном и том же. Они устали доказывать, ну, ту правду, о которой они говорили. Вы знаете, после того, как дети оказались у нас дома, это было как бы, ну, это было очень странное такое явление. То есть дети приехали как будто бы не из семьи, а как будто из детдома. У них не было определенных навыков. То есть хотя Ульяна, по-моему, была в первом классе, Артем во втором. И, конечно, точнее, нет, Артем уже в третий класс пошел, да, у них два года разница. И они не могли вот толком, знаете, помыть руки. Они не знали, что такое жидкое мыло там. Ну, и такое вот поведение было очень-очень странное. Они не знали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое спасибо, спокойной ночи, что такое взаимовыручка, когда брат с сестрой там вместе как-то вот... Ну, у меня вот просто дети, понимаете, они друг за дружкой смотрят, они отзывчивые, ответственные, вот, и они все время вместе взаимодействуют. А эти как-то вот они сами по себе всегда были, и мне так это удивляло. Думаю, не привыкли, вот, не приучены. Ну, ладно, ничего, это как бы не страшно. Они были зажаты. Вот, и, видимо, пожив вот какое-то время, а точнее вот они начали отогреваться, ну, через несколько месяцев, отогреваться, смотреть, видимо, сравнивать свою жизнь. Ну, вообще то, что они там пережили в той семье, я сейчас в этом ролике говорить не буду, потому что, говорю, нам пришлось об этом говорить очень часто, и детям очень часто приходится об этом говорить и вспоминать. Сейчас мне просто очень тяжело, вы поймите меня тоже, я беременна, мне очень тяжело вспоминать эти рассказы. Но, тем не менее, когда они начали это все рассказывать, Мы были вынуждены после этих рассказов обратиться в суд, хотя мама уже на тот момент была ограничена в родительских правах, то есть суд посчитал, что ее поступки по отношению к детям достойны этого лишения родительских прав, пускай хоть оно было и временным, но оно было. И на тот момент, на самом деле, мы взаимодействовали как-то с матерью, то есть она приезжала там, и бабушка с дедушкой приезжала, и даже на первых порах ни у кого даже мысли не было, что дети останутся так надолго у нас в семье, или вообще останутся всегда. Потому что дети не сразу стали рассказывать, дети не сразу стали открываться, потом, видимо, сравнивая свою жизнь, их жизнь, они начали рассказывать такие ужасы, после которых мы, конечно, я говорю, пошли с заявлением уже в суд о лишении родительских прав, мы стали просто их защищать, потому что другой защиты у них уже не было. И в этот же момент, ну, мама как бы, не знаю, каким таким образом волшебным попала под влиянием очень неприятного молодого человека, даже не знаю, как-то, сейчас не буду я фамильничать, но, да, с очень звучной фамилией, с очень такой понятной, вот, что ему нужно и какая у него жизнь. Так вот, попадает под его влияние и начинает приезжать к нам, значит, с ним, а человек выходит с камерой, с микрофонами, диктофонами, мы тоже, конечно, выходили, потому что они приезжали на нашу территорию и зачем-то нас таким образом как бы запугивали. И, вы знаете, запугали они не нас, запугали они детей в итоге, потому что это были очень неприятные встречи с криками, визгами и так далее. И дети, рано или поздно, сначала они не могли этому сопротивляться, а потом они просто попросили их не выводить, потому что они говорят, мы не цирковые собачки, чтобы нас выводили за ручку на шоу. Вот, и мы детям пообещали, что, в принципе, как бы, если они не захотят, то их никто не заставит и никогда не заставит. И вот вы сами подумайте, дорогие друзья, вот многие там пишут, что-то говорят на каких-то каналах, что-то там снимается, обсуждается. Вы можете мне тысячу раз, еще раз говорю, не верить моим словам, но рассудите в своих умах, в своих головах. Если бы дети, вот одно слово, да, то есть многолетней проверки, постоянный контроль нашей семьи, органами опеки, полиции, ПДН, школой, медиками, все нас знают, в нашем районе все знают. Я даже не побоюсь сказать это слово, в области нас очень многие знают. Если бы дети хоть раз сказали, что они хотят увидеться с мамой, как вы думаете, что бы было? Кто бы посмел их не отвезти или не дать встретиться с мамой? Сами понимаете, нам это тоже неинтересно. Еще раз говорю, у меня своих детей достаточно. И этих детей мне вот так вот Господь передал, через, конечно, страшные страдания и муки, но я тоже за них несу ответственность. Хоть вы можете говорить, что я тысячу раз им никто, но по факту воспитываю их я, кормлю их я, обучаю их я, одеваю, убываю тоже я. Я убаюкиваю, целую, лечу и многое-многое другое, что выполняет мать, родная должна выполнять. Вот, ну вот так случилось, вот так бывает. Сейчас для меня большая загадка, как, впрочем, и вот эти все годы, я ломаю голову, зачем причинять детям дальнейшие страдания. И так они пережили очень много в тот период, когда жили со своей матерью биологической. Почему это все продолжается? Почему мать их, подпав под влияние вот этого человека, вредит собственным детям? И вот на примере вот этого такого короткого сюжета, когда приехала полиция, их опять опросили, допросили, да, там приехали, как бы, мало того, что стресс просто получили от того, что полиция пришла, да, и мои дети, кстати говоря, тоже не меньше стресс получают. Конечно, я это все обыгрываю, ля-ля-ля, все хорошо, не волнуйтесь. Это наша дорогая полиция, которая нас бережет. Но, понимаете, это все равно внедрение в личную жизнь и жизнь нормальных людей, в общем-то, а не алкашей каких-то. Все дети страдают от этого, потому что, ну, хорошо, я привыкла, я уже, вот, у меня стена, у меня уже толстокожесть определенная, но дети никогда к этому не привыкнут, я это поняла. За столько лет они не могут привыкнуть к этому, их это все очень-очень-очень травмирует. Они после этого впадают в истерики, они плохо учатся, они замыкаются, их очень тяжело потом отогревать. И вы знаете, когда дети перестали встречаться со своей мамой родной, сами перестали, так сказать, желать этих встреч, мама решила, так сказать, нас обвинить в том, что мы ее не пускаем на порог. Вы знаете, вот, еще раз возвращаясь к этой фразе, вы можете мне не верить, но, по крайней мере, у вас есть возможность, я думаю, что есть она это, спросить у нее, когда последний раз она видела своих детей. Вот когда? Я так предполагаю, что это не меньше года назад было, причем эта встреча была, знаете, такая, налетом, без всякого предупреждения. Нам, конечно, никто не сказал, что она едет. Она приехала опять с полицией, с большим количеством полицейских, причем с Тамбова, все дядьки в погонах, все тетки в погонах, извините за такой лексикон, но это правда. Все это зашли в школу, ребенок, когда на тот момент Артем болел, Ульяна училась, ребенок трижды сказал, что он не хочет. Ее взяли за руку и повели в кабинет учителя там, да, или в учительскую. Первый вопрос, который задала мама, которая очень много месяцев не видела своего ребенка, кто снимает на камеру Ольгу Анатольевну Быкову, то бишь меня? То есть она смотрит мой канал, вот, ну и как бы вот делайте выводы, ребят. Вот, знаете, хорошо, конечно, сидеть, называть всяко-разно там людей, обзывать их, меня тоже по-сякому склоняют, обзывают, вы это все прекрасно знаете. Я не хочу быть такими же, как они. Я хочу, чтобы вы просто немножко поразмыслили своими же мозгами, своей же головой. Вот, просто представили эту ситуацию немножко вот с нашей стороны. Хорошо, говорю, обвинять в том или ином, а что вот это вот за кадром остается. Так вот, ребенок не получил ни ласки, ни подарка, ни поцелуев, ни любви, ничего от матери. Зато были заданы какие-то очень странные вопросы. Причем это все было при сотрудниках, и сотрудники тоже ахнули, потому что в глазах нормальных людей мать, которая не видела много-много месяцев, даже каких месяцев, там, уже год не видела своего ребенка, ну, как минимум, должна расплакаться, наверное, не знаю, обнять его, поцеловать, сказать, как он... Ну, я не знаю, я все время ставлю себя на ее место, и я понимаю, что там вот мне писали тоже в комментариях, все люди ошибаются. Но это не ошибка. Когда ребенка много-много лет, а их было трое, на самом деле их всего трое. И вы спросите, я не знаю, конечно, Сережа вряд ли, муж второй этой женщины, вряд ли он ведет YouTube-канал, но вот тот, кто его знает, да, они, соседи, они это все видели, понимаете, у него тоже ребенок пострадал, его родной, третий ребенок. Она просто была младше, и она не могла давать показания следственному комитету. Но, тем не менее, в 4 года ребенок не ходил и не ел. Ну, насколько мне это рассказывал Сергей, что она плохо ходила и вообще не могла есть. Вот, то есть это о чем-то говорит, да, наверное. Просто мы живем с Сергеем очень далеко, иначе я бы, конечно, смогла бы с ним поговорить, и я думаю, что он бы это мог даже рассказать на камеру. Но это было рассказано много-много раз в судах. И, тем не менее, суд нам все время отказывал в лишении родительских прав, затягивая это дело. И все это привело к тому, что мы все-таки обратились на передачу. Мы вышли как бы в общественность. Только после передачи этим делом заинтересовался сам Бастрыкин, да, то есть главный следователь Москвы. И, да, возбудили уголовное дело. Но вот опять, мои хорошие, задумайтесь, с кем судится мать? С нами? Нет. Она нам ничего не сделала. И мы ей, в общем-то, тоже ничего не сделали. Еще раз говорю, опека по заявлению ее собственной матери передала в нашу семью детей, и все это закрутилось. Закрутилось до такой степени, что на данный момент она судится против своих детей, против двух маленьких детей. Одному уже 14, другой 12. Конечно же, они имеют право голоса в судах, они выступают в судах и не раз уже выступали. Для меня это самый страшный момент в их жизни, потому что сколько они переживают, когда они туда едут, и как их там допрашивают. Хотя должны допрашивать при педагогах, при психологах. Но у нас разные допросы были. Были и как должны были быть, и были всякие разные. Когда допускали просто жесточайшие допросы, когда детей трясло, когда они приезжали, мам, мы больше никуда не поедем, пожалуйста, не надо нас никуда отправлять. Мам, мы сбежим, не надо, пожалуйста. Вот они-то мне говорили, понимаете? Как я должна себя чувствовать? Я тоже мать. Почему я должна их выделять? Это мои дети. В моем доме все мои дети. И вот если бы над моими детьми так измывались, что бы я сделала? Да я бы костьми легла. А в этой ситуации я не знаю, что мне делать. Потому что ни усыновить, ни удочерить я их не могу, пока ее не лишили родительских прав. Но это пока суд идет. Суд страшный, уголовный. И не только она в этом суде участвует, но также ее сожитель, который издевался и над ней, кстати говоря, и над детьми. Это все со слов детей. Я не свидетель этому. Я свидетель только тому, что говорили дети. Но я верю им. А знаете, и вы можете им поверить. Потому что по одной простой причине дети проходили просто неимоверные проверки психики, следственных экспериментов, которые доказали, извините, пожалуйста, я очень волнуюсь, доказали их психическое здоровье, не склонность к фантазированию, и что они не обманывают следствие. Так вот, в районных судах мы тогда не смогли добиться психолого-психиатрической экспертизы. А уже когда уголовный суд начался, и когда Следственный комитет самостоятельно возбудил уголовное дело по приказу Бастрыкина, то, конечно, да, тогда уже и экспертизы были психолого-психиатрические, над всеми, кстати говоря. И над ней тоже были, и над ее сожителем, и над моим мужем, и над детьми. И когда я с ними ознакомилась, все эти дела у меня есть, все эти бумаги у меня есть. Я просто имя не трясу в интернете. Это наши личные, это семейные. И никому я этого не желаю, чего и перешили эти дети. Вы подумайте, как им страшно, как им больно. Сколько можно? Ребята, сколько можно? Ведь издеваются-то не над взрослыми, а над детьми, у которых вся жизнь впереди. А ведь, понимаете, издевается-то не чужой человек. Я вот хочу просто, знаете, к вам обратиться. Вот за что им такое? Почему их собственная мать их не жалеет? Почему она их не хочет оставить в покое? В конце концов, они всегда могут сказать, что они хотят к ней вернуться. И ни один суд, ни одна полиция не заставит их оставаться с нами. Знаете, мне мама всегда говорила, людей надо, людей надо не просто так оценивать взглядом, смотреть на их дела, а судить по плодам их дел. Что дают эти дела? Так вот я хочу сказать, что, к сожалению, Артем с Ульяной, они не хотят видеть свою мать. И я догадываюсь, почему, да? Но это травма, это очень тяжелая травма, которую им придется как-то лечить. И мы обращаемся к психологу. Периодически даже, как бы нам приходится разговаривать, общаться на эту тему. Я говорю им, что они ни в чем не виноваты, потому что ребенок не может в этой ситуации оценить правильную ситуацию. Я говорю, что они ни в чем не виноваты. И на самом деле их, ну, вот так любит мама. Просто по-другому она не умеет, к сожалению. Но мама, мама должна очень хорошо подумать, кому она делает плохо. Мне? Нет. Мне она плохо не делает, потому что я, я взрослая тетка. Я уже много чего пережила в этой жизни. Меня уже так не пронять. Моему мужу, твоему бывшему супругу, ну, ну, он взрослый дядька. И что? Судишься ты со своими детьми и им делаешь в первую очередь больно. Поэтому, мои хорошие, мои дорогие, вы можете смотреть любые ролики на ютубе, слушать чужое мнение, там, читать комментарии, сколько угодно. Но вчерашний ролик даже для меня самой показал, сколько же людей понимает, понимает все это происходящее. Хотя, может быть, даже далеко не знает всех подробностей. Это, конечно, безумно ценно. Я... Это, конечно, безумно ценно. И я очень рада тому, что столько здравомыслящих, умных людей, которые и поддержат в трудную минуту. И словом, и делом. Я знаю, что справедливость восторжествует. Я знаю, что у нас все будет хорошо, потому что после стольких лет мучений эти дети заслужили счастливого будущего. Но для этого нужно постараться, а еще потерпеть и подождать. Простите меня за мои слезы, я такие видео не монтирую и не вырезаю. Как есть, так и говорю. То, что на сердце. Ну, а вы подумайте хорошо перед тем, как судить. Всего вам доброго, мои хорошие.